Так, друзья, в прошлом уроке мы начали разбирать лучшие способы по защите 1С-перприятия в клиент-сервере, но так как урок получился слишком длинный, я решил его разбить на две части Сейчас мы закончим с пользователями Еще хотел несколько слов сказать о учетных записях, которые мы создаем в Active Directory на сервере терминалов Ну и, собственно, перейдем к защите уже не СУБДшки, не сервера СУБД, а защите сервера 1С, ну и физического сервера, на котором, собственно, работает кластер серверов В одном из прошлых уроков мы уже говорили с вами о паролях и учетных записях в 1С-предприятии Но только 1С-предприятие, конечно, это не единственный источник брошенных учетных записей Куда важнее следить за учетными записями, которые мы создаем, например, в Active Directory или на серверах, к примеру, терминальный, почтовый Это даже если не используется Active Directory Часто взломы 1С-предприятия происходят именно с сотрудниками, которые уже не работают в организации За этим нужно следить Также стоит разработать регламент по работе при увольнении сотрудника и его приеме на работу Ну, если, конечно, этими вопросами вы не занимались или не уделяли им должного внимания раньше Но в любом случае старайтесь время от времени просто просматривать те учетки всех ваших пользователей Удаляйте старые, ненужные, удаляйте тестовые, которые использовались для тестового подключения и так далее Также стоит отключать и тех пользователей, которые на данный момент находятся в отпуске Если, конечно, им не требуется работать оттуда удаленно Так, ну что ж, переходим к защите сервера 1С, он же кластер серверов Часто причиной несанкционированного доступа в 1С является отсутствие, друзья, учетной записи администратора кластера серверов Это позволяет злоумышленнику создать на своем ПК новую информационную базу На том же сервере 1С-предприятия, который обслуживает рабочую базу Фактически, если не сделать администратора кластера, то любой пользователь, особенно если у вас 1С-предприятие 8.1 Может получить доступ ко всем вашим информационным базам на этом кластере Итак, как решить эту проблему? Здесь все очень просто Запускаем утилиту администрирования кластера серверов Разворачиваем кластер серверов и находим администратора Давайте, чтобы я вам не показывал это на слайде, я покажу вам по факту на Windows Server 2012, где у нас работает сервер 1С Мы находимся на Windows Server 2012, здесь у нас работает сервер 1С, он же кластер серверов Запускаем утилиту администрирования кластера серверов Так, разворачиваем кластер, локальный кластер и ищем здесь администраторы Видите, администратор здесь не создан Давайте создавать Все просто правой клик-мышкой создать администратор Укажем имя, например, это будет min-cluster 1С Можно описание так же И укажем пароль Еще раз повторим Кликаем ОК Да вот, готово, мы создали администратора кластера Теперь смотрите, если мы закроем утилиту администрирования серверов и запускаем ее опять То тут же на входе видим, что требуется указать имя и пароль нашего администратора кластера, чтобы получить собственно доступ к серверу 1С К этому кластеру Пишем admin-cluster-1С и пароль укажем Так, ну вот мы получили доступ Можем развернуть информационные базы Можем кликнуть свойства Так, здесь еще нам требуется указать администратора в 1С предприятии этой информационной базы Сейчас посмотрим пользователей Пользователь по умолчанию Так, изменить Скопируем Так, укажем в дунов директор Пользователю которого есть административные права на эту информационную базу Ну вот мы попадаем в свойства Так, ну что ж Наполовину наш сервер 1С защищен Теперь нужно уделить внимание самому серверу, где у нас работает этот кластер серверов Я имею ввиду физическому серверу 1С Серверу, на котором работает сервер 1С Конечно, это исключение файлового доступа к серверу 1С Так же, как это мы делали и на сервере с УБД То есть, пуск Панель управления Локальная политика безопасности Так, локальные политики Назначение прав пользователя И доступ к компьютеру из сети Здесь видим, что в данном случае у нас только администраторы имеют этот доступ Доступ к компьютеру из сети, только администраторы Так что, все нормально Здесь вы видите другие группы, пользователи Все и так далее Если есть такие группы, то это все нужно удалить И оставить только группу администратора То есть, ту группу, которая имеет право на доступ к этому серверу из сети Так, второе Это, конечно же, также Центр управления сетями Изменение параметров адаптера Пойди в свойства И убрать птичку Если такая стоит возле службы доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft Эту птичку отсюда мы убираем Так, таким образом сервер 1С Будет защищен от вирусов Ну и различных хакерских атак несанкционированного доступа Что еще хотелось бы сказать Смотрите, друзья, в 1С даже рекомендуют создавать учетные записи для разных служб сервера 1С Ну, как по мне, то это уже лишнее Если, конечно, есть возможность ограничить доступ к серверу 1С Если к вашему физическому серверу 1С нет доступа извне То такая защита это уже будет лишнее Но, конечно, если доступ есть Если есть доступ извне на ваш сервер 1С То стоит сделать так, как рекомендует 1С То есть создать учетные записи для разных служб сервера 1С Так, теперь еще одна очень важная тема по защите сервера 1С Идем к нашим слайдам На слайде я вам покажу, что я имею в виду Здесь речь пойдет о защите 1С припятия в сети Где мы по каким-то причинам не можем должным образом обеспечить безопасную передачу данных от клиента к серверу Ну и аналогично от сервера к клиенту То есть перехват данных будет происходить вот на этой точке Трафик между клиентом и сервером 1С А он по умолчанию не шифруется То злоумышленник, например, программой снифером И таких полно Может запросто перехватить этот трафик между клиентами и сервером 1С То есть мы с вами должны обеспечить безопасную передачу данных от клиента к серверу к кластеру серверов Ну и это бывает нужно, если сеть не защищена должным образом на стороне клиента или сервера К примеру, пользователь подключается из дома к серверу 1С кластеру серверов Или подключение клиента из филиала, где есть риски перехвата трафика, например, программой снифером Какие-то открытые Wi-Fi точки доступа и так далее Если это все должным образом не защищено То, конечно же, злоумышленник может простой даже программой снифером получить Перехватить ваши данные между клиентом и сервером Итак, как организовать такую защиту? Здесь все довольно просто Запускаем утилиту администрирования серверов Давайте я вам это покажу по факту на Windows Server 2012 Так, запускаем утилиту администрирования серверов Так, разворачиваем информационные базы И при создании информационной базы 1С на сервере кластера серверов В строке защищенные соединения нам нужно выбрать, к примеру, только соединение, я рекомендую То есть такая защита, защита шифрования данных между клиентом и сервером У нас выполняется только когда мы создаем новую информационную базу Давайте мы это сделаем Правой клик-мышкой создать информационная база И, к примеру, создадим какую-то новую информационную базу Secure, например И вот здесь, собственно, защищенные соединения У нас в данном случае, как видите, выключены Нам нужно здесь установить Как минимум, что я рекомендую Так это только соединения Как видите, есть еще параметр постоянно Есть выключены Так, сейчас объясню, что это значит Все эти три параметра Итак, если вы выбрали выключено Выключено после установки соединения Первый обмен данными Выполняется с использованием шифрования по алгоритму RSA Далее обмен выполняется нешифрованными данными Фактически самая простая защита соединения Хотя она здесь у нас в данном случае выключена Когда мы здесь ставим постоянно Постоянно это использование уровня безопасности Позволяет полностью защитить весь поток данных Пароли и данные между клиентами и кластером серверов При этом весь обмен происходит с использованием Алгоритмов шифрования RSA и Triple DES Следует учитывать, что при этом Возможно снижение производительности системы Здесь понятно, потому что полностью все данные Все шифруются Если у вас много пользователей То это можно ощутить падением производительности в 1С Поэтому я и рекомендую вам установить здесь только соединение Что это значит? Когда мы выбираем только соединение Здесь шифруются только пароли между клиентом и сервером Кластером серверов Тем не менее этого фактически всегда вполне достаточно Производительность не падает Ну а злоумышленник не может перехватить пароль Ну и соответственно не может получить доступ к вашей информационной базе Этот вариант защиты я собственно вам и рекомендую использовать Ну конечно в том случае, если у вас в 1С нет какой-то специфичной специфики Когда и данные, которые передаются в саму 1С Также нуждаются в строгой защите и так далее Возможно государственные учреждения и так далее Какие-то И если это нужно защитить, конечно Помимо паролей еще и данные То тогда конечно нужно выбирать постоянно Но в большинству только соединения будет вполне достаточно Чтобы собственно установить такую защиту Приемливую защиту имеется ввиду Так, ну что ж С защищенным соединением разобрались Также друзья защиту можно изменить на ярлыке На клиенте То есть просто прописав в ярлыке запуска программы 1С Нужный параметр Какие могут быть значения? Ну например то, что вы видите сейчас на слайде Это SLF2 Защищенное соединение в течение всего сеанса Если написать SLF1 То защищенное соединение только в процессе выполнения аутентификации То есть то, что нас как раз таки интересует Ну и SLF0 это незащищенное соединение Что хотел бы сказать, друзья Смотрите Я рекомендую вам все-таки на кластере серверов Устанавливать при создании информационной базы При подключении информационной базы Сразу устанавливать тип шифрования Хотя бы шифрование в процессе выполнения То есть чтобы защитить пару логин и паролей Этого в принципе будет достаточно Ну что ж, друзья, на этом все Буду заканчивать данный урок и буду заканчивать данный курс По защите 1С предприятия Базовой защите, так сказать, 1С предприятия От взлома и вирусных атак Помните, не существует 100% надежной защиты Любую защиту можно обойти Поэтому рекомендую вам выполнять бэкап Ежедневный бэкап Регламентное обслуживание ваших информационных баз И таким образом вы лучше всего сможете защитить Вашу 1С-ку от вирусов и взломов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!